Здравствуйте, мои дорогие телезрители, мои подписчики на канале YouTube Голова Садовая. Сегодняшняя тема – бананы. А вот почему эта тема стала такой важной, вы узнаете через секунду. Ну вот не растут у нас ананасы и бананы, понимаете, есть только на окошках, есть только в оранжерее. Ну, видимо, мы в понедельник с вами все родились. Вот у меня такое чувство. Но речь пойдет не о самом банане, о его мякоти, о его ягоде, если правильно сказать, а о кожуре банана. Банан – вообще-то травянистое растение. Несмотря на то, что его корни, они такие завитые у него и располагаются больше, чем на 5 метров от центра растения, у него нет стебля. Он выбрасывает где-то порядка 20 листьев. Все это спрятано под землей. Но при всем при этом ложный стебель у него существует, высота которого может быть от 2 метров до 12. И это растение уникально, потому что, являясь травянистым, его плод называется ягодой. И располагаются бананы не вот так, вися на таких штуках, прямо на этой плодоножке, а именно вот так вот, глядя вверх. Среди бананов существует очень много видов. Есть декоративные, есть съедобные, есть и полусъедобные даже, но цвет самих плодов уникален. Мало того, что у него цветы огромные, и декоративные выращиваются именно ради цветов, которые могут сохранять свою высокодекоративность до двух, а то и более месяцев, представьте себе, с этими огромными листьями, разрезанными как перья, либо круглыми, либо овальными. Но плоды банана могут быть желтыми, зелеными, фиолетовыми, красными, голубыми, серебристыми и так далее. Когда вы начинаете что-то читать, сразу поражается мозг, потому что, оказывается, это только мы, несчастные, живущие в такой географической зоне, не видели, как растет настоящий банан. Но тот, кто отдыхает в странах Таиланде, Китае, Индии, Шри-Ланке, конечно, видели и приходили в дикий восторг. Но мы привыкли употреблять в пищу только плод, который находится вот там внутри, вот этой замечательной шкурки. Мы его чистим подобным образом, да, и употребляем в пищу. Все остальное, что касается не вот этого плода, а вот этой шкурки, мы что делаем? Правильно, выкидываем. Обратите внимание, что находится на шкурке. Вот такие полоски, волокна. Вот именно шкурка банана. Как оказалось, и уже давным-давно это, мы об этом только не знаем, она является носителем высокого качества, количества, по значимости для нашего организма веществ, которые нас могут лечить, сделать нас моложе, красивее, избавить от многих заболеваний. А мы, бедные, все едим вот этот плодик, считая, что именно он принесет счастье. Да, принесет. Кто хочет нарастить огромное количество мышц, то, пожалуйста, ешьте плод банана, эту ягоду. А кто хочет, например, газосварщики, внимание, для вас. Если вы хотите, чтобы ваши глаза после целого дня работы отдохнули, и ожог сетчатки глаз успокоился, и не донимал вас всю ночь, да, что вы глаз сомкнуть не можете от боли, сделайте вот так. Разрежьте корочку банана, кожуру, ну, вот на такие две части, и мягкой стороной, где много волокон, и вы должны их видеть, что они существуют. Приложите вот так на глаза. Ведь это же очень просто. Это ничего не стоит. Это то, что вы хотели отправить в помойку. У вас, во-первых, пройдет воспаление сетчатки. Во-вторых, девочки, на бал собираетесь, на тусовочку, сделайте то же самое. Темные пятна под глазами, и веки припухшие. Может, вы рыдали до этого полчаса. У вас все успокоится, все будет в порядке. А еще, если на коже есть какие-то заболевания и высыпания, натрите шкуркой банана, сделайте это 5-6 раз в день. Ничего не стоящая процедура, и у вас болячка успокоится. Дело в том, что в шкурке банана находится дубильное вещество. А вы знаете, да, опрелости ног между пальчиками лечатся именно настоем коры дуба. Дуба, дубильное вещество там в огромном количестве. Но это гораздо проще. Переложите свои пальчики на ночь шкурками банана, и все ваши опрелости успокоятся. И фруктовые кислоты, которые находятся здесь в большом количестве, а еще лютеин и коллагены, если вы будете натирать личико в выходной 2-3-4-5 раз, то и кожа ваша станет очень нежной, блестящей, тонкой, прямо царской. Послушайте, пожалуйста, старую черепаху. Я плохого не посоветую. Значит, идем дальше. Вот она, шкурка банана. Вот если бы она была без вот этих пятен, просто желтой или зеленоватого цвета, очистив банан и подсушив шкурку, ну, я бы сказала, хотя бы на ветерке от пропеллера-вентилятора, в тени, не на солнце. Если делаете это на улице, чтобы там ветерок был обязательно, но тень обязательно. Вот когда это все абсолютно высохнет, разотрите в ступке, можете разрезать на кусочки, можете не разрезать, разотрите в ступке в порошок и сложите в какую-нибудь баночку. Знаете зачем? Да для того, чтобы избавиться от всевозможных жителей кишечника, печени и так далее. То есть от глистов, от цепней, от свиного солитера нужно всего на кончике ножа. Пять раз в день на кончике ножа. Вот съесть этот порошочек перед едой, ни после нее, ни во время нее, это можно давать детям без опаски, потому что не вызывает никаких аллергий, никаких побочных реакций нет. Зато и круглые глисты, и ленточные глисты выйдут сами по себе. Запоминайте, пожалуйста, я же добра вам хочу и счастья. Ну что ж такое-то у нас, господи боже мой, 5% населения паразитов внутри не имеют. А то, что продают в аптеках от этого. Вкус таблеток и порошков, он просто невообразимо противен. И выпить это практически невозможно. А вот азиаты, которые в странах, где выращиваются эти бананы, они, конечно, поступают мудро. Ничего у них не пропадает. Вот получается очень длинный сюжет. И я скажу только про то, что отходами, вот такими отходами бананов, я имею в виду шкурку, кожуру банана правильно, кормят животных. Причем здесь содержание минералов, витаминов и прочих веществ огромно просто. И ведь еще эти азиаты и сами употребляют это в пищу. Это добавляется в почву. Ну, я хочу вот на этом сегодня закончить. Но следующая тема будет продолжение про бананы. А там еще больше будет интересного. Всего доброго вам и до свидания.